10 апреля состоялось заседание Комитета по безопасности и противодействию коррупции, на котором депутаты Александр Хинштейн и Илья Кустунов предъявили достаточно жесткие претензии представителями Юста и ФСИНА. Дмитрий Васильевич, у меня информация о проекте данной программе, который направлен в Министерство финансово и правительство без утверждения Государственного Думы и профильного комитета. Если, Дмитрий Васильевич, это так, я не понимаю, зачем он обсуждает это. Потому что выступает в качестве статиста, да еще и за одним числом, я лично не готов. Это Дума Калинина. По сути закона и по логике его, прежде чем, не помню этот ход в правительство, он проходит через Павленский Который Государственный Дума. А здесь у вас получается обратный процесс. Вы его туда загнали, а теперь нам что, нужно идти в Минфин и спорить по тем вопросам, которые стоят четко, потому что для меня многие речи в программе непонятны. Но вот смотрите, скажем, здесь, ну, два слова коллеги, что мы с вами обсуждаем. Мы обсуждаем с вами госпрограмму развития уголовно-исполнительной системы, госпрограмму инвестиции, простите, и федеральную целевую программу развития уголовно-исполнительной системы, а также под программу КИИ по регулированию госполитики в сфере исполнения уголовных газа. Кстати, для госпрограммы я отмечу, что в госпрограмме инвестиции присутствуют и другие направления, они вступили к нам в комитет, но, честно говоря, возникает вопрос, потому что, скажем, введение федеральных инвестиций в принципе не наше. И, соответственно, у меня вот сегодня есть твердое ощущение, что госпрограмма в части ФССП вообще никто здесь не изучает, потому что материалы пришли к нам ввести. Итак, у каждой из, и у ФССП, и у фодпрограммы есть свои целевые показатели. Ну и понятная и основная суть этого направления в денежные средства. При этом, пояснительные записки изначально заложены, на мой взгляд, достаточно странные речи. Потому что на странице 4 пояснительные записки направлены к правительству, в черном подъемном пишется, ежегодное сокращение расходов на материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы приведет к невозможности исполнения невозможных насильных инвестиций. И может спровоцировать неговольные стороны осужденных, впоследствии с лежащим чреждением фуисов, что в той очередь может привести к расположению оперативной обстановки. При этом для понимания у нас на нем программа составляет порядка 2 триллионов рублей. Я не говорил с ним миллиардов, а триллионов, в смысле, то есть в один день. И в то же время миниус, направляя выяснительную записку, сразу говорит о том, что ежегодное сокращение приведет к невозможности выполнения этих фуисов. А мне это тоже непонятно. Что касается коньяного вопроса по Крыму, у нас есть сегодня перед глазами пример того, как другое пирожное ведомство, также вовлеченное в проблематику решения этого вопроса, поскольку я имею в виду МВД. Были, возможно, коллеги помнят, что у нас в предыдущем заседании, изначально в Овецкине, стоял аналогичный отчет по госпрограмме МВД АСИ. Но никому не заседание МВД инициативно отозвало эту программу, для ее доработки, для ее доработки, с тем, кто включил разделы непосредственно по Крыму. И вчера эта программа, эта программа уже с крымским разделом добавлена, вернулась обратно к узлу. Я считаю, что это правильно. Мне казалось бы разумным, конечно же, чтобы в госпрограмме учитывалась составляющая Крыма. Но и более тема поднималась, я думаю, что нам есть смысл обсудить, не сегодня, а на следующем комитете, вообще ситуация складывающаяся с организацией территориальных органов, различных правоохранителей, силовых и прочих, структур на территории Крым, потому что ситуация очень непростая. Штатное списание никто не добавляет. То есть я могу сказать, что по линии МВД, например, требуется, понятно, 15 тысяч личного состава, то линии по прокуратуре требуется свыше тысячи личного состава. Так как у вас только 1483. Понятные линии, никому не добавляют, а выполнительные линии не добавляют. Как эта задача будет решаться, у меня будет, на самом деле, понятно. Так что она непонятна для руководства России, руководства всех остальных, кто охранит ее. Но это вопрос для следующего заседания комитета. Я думаю, что мы обязательно должны поставить вот сегодня, актуально, как никогда. На заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции вторым вопросом рассматривалось утверждение проекта государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в части Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы 2007-2016 года. В процессе обсуждения программы докладчик Александр Алексеевич Хинштейн обратил внимание на нарушение порядка прохождения данного проекта. То есть его направили в Министерство финансов до рассмотрения на комитете по безопасности. Это будет отражено в протоколе. И я задал вопрос заместителю директора ФСИН Олегу Адольфовичу Коршунову о текущем статусе реализации. Потому что программа реализуется с апреля 2013 года в этом виде. И есть конкретные целевые показатели, которые необходимо было достигнуть к 31 декабря 2013 года. Конкретно я спросил о том, что оптимизирована ли система государственных закупок. И утверждены ли правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые, по моей информации, даже не проходили общественные обсуждения. И, вероятнее всего, эти пункты просто не выполнены. Заместитель, руководитель ФСИН затруднился ответить сходу на вопросы. Уверил всех, что у них существует план закупок. И система государственных закупок у ФСИН представляет из себя что-то очень хорошее. Я обращаюсь к депутатским запросам на руководителя ФСИН Корнец с просьбой разъяснить статус исполнения данной государственной федеральной программы и каким образом осуществляется контроль. Александр Финштейн выразил претензию официальным представителям Минюст и ФСИН с тем, что сначала они направили соответствующий проект программы для утверждения в Минфин и в правительство. И только после этого пришли на сам комитет по безопасности и противодействию коррупции, что противоречит федеральному закону о парламентском контроле. Данные недоразумения были выяснены и от представителей Минюст и ФСИН депутаты получили заверение, что впредь такого не повторится и в будущем сначала будут направляться в комитет по безопасности для осуществления парламентского контроля соответствующие проекты и только после этого будут направляться уже в Минфин для бюджетирования. Параллельно с этим депутат Государственной Думы Илья Костунов высказал несколько претензий руководству ФСИН, а именно поднялась проблема неутверждения до сих пор новых правил внутреннего распорядка для исправительных учреждений и это при том, что данные правила должны были быть утверждены уже к 31 декабря 2013 года. То есть очевидно, что в этой части идет неисполнение государственной программы. И также была поднята проблема непрозрачности государственных закупок во ФСИН до конца прошлого года. ФСИН должна была разрешить эту проблему, закупки ФСИН должны были быть прозрачными и понятными и общественным контролером, и тем более парламентарием. Однако до сих пор на местах случается злоупотребление, есть и скандалы с многомиллиардными хищениями ФСИН, с электронными браслетами, с ненадлежащей закупкой систем сигнализации для тюрьм и колоний. Но удивительна была реакция заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, который не знал о том, что Кировский УФСИН на сайте госзакупки разместил заявку на приобретение массажного кресла стоимостью 136 тысяч рублей с функцией массажа шиатсу. К сожалению, сегодня стала очевидна гигантская пропасть между региональными управлениями ФСИН и центральным аппаратом ФСИН и Минюст. Такое ощущение, что чиновники в центральных аппаратах живут в мире иллюзий, федеральных государственных программ, а на местах, к сожалению, об этих государственных программах практически ничего не знают, при этом осваивают огромные денежные средства из бюджета Российской Федерации. И совершенно очевидно, что без реального общественного и парламентского контроля миллиарды рублей и далее будут расхищаться внутри ФСИН и тюремного ведомства. Также членов Комитета по безопасности и противодействию коррупции удивило то, что в пояснительной записке Минюст указывает, что вот эта государственная программа, юстиция, направлена на сокращение государственных расходов на пенитенциарную систему, и при этом в программе до 2017 года заложены расходы на 2 триллиона рублей. Это еще одна несостыковка между тем, что требует Минюст и ФСИН, и тем, что они пишут на бумагах и направляют в Государственную Думу и в правительство.